Всем привет! Друзья, ремонт у нас продолжается, но ничего, небольшими шагами мы уже близимся к финишу. Следующий этап нашего ремонта, это будет укладка ламината. Ламинат с Антоном мы уже выбрали, все подобрали, посчитали уже все, нашли мастера. Осталось все купить и договориться с мастером. Первую партию ламината мы уже купили. Вот такой красивый ламинат под дерево. В нашу комнату мы взяли вот такой вот светлый. Это Германия, ламинат классе. Покупали мы восьмерку. Толщина 8 миллиметров. Вот такой ламинат. Очень красивый. Нам с Антоном он очень понравился. А весь остальной ламинат в платушек, комнату, в зал мы уже заказали. Также заказали и порожки, и плинтусы. Все это мы заказывали в другом магазине. Также подложки, клеенку, все что надо. А, да, также под этот ламинат мы уже купили плинтус. Плинтус у нас МДФ. Такой вот деревянный. Так что ждем, когда привезут нам весь остальной ламинат. И комплектующие, так сказать. И будем уже делать красивый пол. А то этот бетонный пол уже немножко поднадоел. Уже хочется увидеть красивый пол. И сразу же, конечно, вид квартиры поменяется. Квартира сразу станет еще намного красивее. Друзья, конечно, очень смешно и в то же время грустно осознавать то, что вот в нашем ремонте, на нашей квартире, ни один этап не прошел гладко, четко, хорошо, по строкам, чтобы все было идеально. В каждом этапе, вот на каждом этапе мы сталкивались с какими-то проблемами, с какими-то такими вот неожиданными обстоятельствами. Вроде бы вот следующий этап ламинат. Что тут? Поехали, купили ламинат. Один-два дня мастер положил его и все. Ламинат готов. Но нет, не тут-то было. Я вам уже говорила, что нашу комнату ламинат мы купили в одном магазине, а вот в зал и в Платону комнату мы заказали в другом магазине. Этот магазин, он известный, его есть несколько филиалов по всей Украине. Нам его посоветовал наш знакомый. Ну и мы уже знали об этом магазине, поэтому ничего не боялись. Поехали, посмотрели. Но до этого мы еще вот несколько магазинов объездили по Харькову. И как-то он нам приглянулся. Решили покупать весь остальной ламинат именно в этом магазине. Мы приехали, заказали. Все, написали нам там предварительную дату доставки. Ну, думаю, хорошо, там где-то надо было ждать недельку-полторы, где-то так. Ну, не очень долго. Проходит вот это вот время, наступает тот день, когда мы должны были привезти весь остальной ламинат, но нам его не привезли. Антон позвонил, менеджер сказал, что ну нет, вы неправильно поняли. Это мы написали предварительную дату доставки. Он только нам приедет в Киев, потом с Киева должен приехать в Харьков. А в зал мы заказали ламинат бельгийский, квик-степ. Очень хороший ламинат, прочный. Поэтому нужно было немножко подождать. А платошек какого-то, вот ламинат у них есть в магазине. Ну, хорошо, подождем еще. Он говорит, ну, где-то еще недельку. Ну, хорошо, недельку, так недельку. Так уж и быть. Проходит неделька. Нам никто не позвонил. Ни ответа, ни привета позвонил Антон. В главный офис сказали, что доставку нашего ламината уже переносили несколько раз. В связи с коронавирусом, в связи с пандемией. Что-то там у них не так, что-то у них там не получается. И сказали еще, подождите недельку. Захожу в интернет, смотрю вот этот магазин, который мы заказывали, этот вот филиал. Он закрыт. Я же позвонила снова на главный телефон, ну, в Киев. Мне сказали, что магазин закрыли, люди там поболели. Ну, не переживайте, все нормально, все вам доставим, все будет хорошо. Так что, друзья, ждем уже наш ламинат очень долго. Надеюсь, в те сроки, которые вот они сказали, он нам уже придет. Мы договорились уже с мастером. Уже этот день прошел, когда вот он должен прийти и работать. Ну, перенесли, уже когда непосредственно привезут наш ламинат, тогда уже будем договариваться с мастером. Очень, конечно, неприятно, когда вот сначала одно говорят, потом другое. И мы не можем забрать деньги, потому что вот эта вот ситуация с коронавирусом, она попадает под форс-мажорные обстоятельства. А сейчас, где какая проблема, сразу вот коронавирус, коронавирус, форс-мажорные обстоятельства, поэтому тут мы как бессилы. А мы уже заплатили все деньги, потому что там должна была быть предоплата 80%. Ну, мы в итоге заплатили всю сумму, чтобы уже потом не решать вот эти вот финансовые дела. Так что ждем. Надеемся, что вот привезут, все будет хорошо. Вроде бы с Антоном все делаем хорошо, стараемся, заказываем хороший материал в хороших проверенных местах. Но есть вот такие вот моменты, которые просто от нас не зависят. Так что, друзья, если вы будете делать ремонт или уже делаете ремонт, то готовьтесь, готовьтесь к таких моментов, таких обстоятельств, которые от вас не зависят, а не будут. Но я вам желаю, чтобы у вас их не было. Так что, вот такие вот дела. Ну, что ж, теперь ждем наш ламинат. Наконец-то, друзья, не прошло и две недели, мы получили свой ламинат. Конечно, это стоило нам очень много нервов. Но, слава богу, то, что все хорошо заканчивается. Все нам привезли, доставили. Он уже у нас на квартире. Этот вот ламинат в платошек о комнату. Здесь ламинат в зал, в кладовку. Очень красивый ламинат. Также нам привезли вот клеенку, подложку. Вот такая подложка. Специальная клеенка под ламинат. И здесь у нас плинтус, порожки. Короче, все закупили, все привезли. Это хорошо. С этим магазином мы больше сталкиваться не хотим. Работать так же не хотим, потому что обещали доставить ламинат на одну дату. А привезли, грубо говоря, на две недели позже. Мы бы уже за это время закончили бы работу с ламинатом. У нас уже был пол и дальше себе работали. Но, увы, за эти две недели они были очень нервные. Переживали, чтобы все приехало, все вовремя. Так, ну есть такие факторы, которые от нас не зависят. Поэтому, друзья, название магазина мы вам оставим в описании под видео. И советуем вам ничего в нем не покупать. Потому что вы придете, вам все расскажут хорошо, как говорят, мягко стелят в этом магазине. А потом, когда вы деньги заплатите, потом просто будете звонить. Даже вам никто не звонит. И вам будут хорошим мягким тоном говорить, что все хорошо, вы не переживайте, все привезем. Поэтому, ищите более такие вот по отзывам ответственные магазины, которые все делают в строки и не заставляют нервничать клиентов. Ну, мы с Антоном уже все вздохнули, передохнули. Уже расслабились, все на месте. С мастером уже договорились. И он завтра уже придет и начнет свою работу. Надеюсь, с мастером нам повезет. И через пару дней у нас уже на квартире появится пол. Друзья, один день и пол в нашей квартире готов. Мы дольше ждали ламинат, чем работали мастера. Вот такая получилась красота. Да. Да, красиво получилось. Друзья, всем привет. Платона комната. Светлая. Вот такой ламинат. Расскажи про мастеров. А, так мастера, в магазине, в котором мы покупали ламинат, с нами так и не связались. Да, изначально мы договаривались с мастером из магазина, где вы заказывали ламинат. Да, я звонил, звонил. В общем, короче, не дозвонил. Все я никак ему. И вот нашел ребят из другого магазина. Молодцы. Да. Вдвоем пришли. И затем просто все сделали. Красота. И вы теперь наблюдаете. Так. Итак, сейчас более поподробнее. Это вот Платона комната. Изначально мы хотели в его комнату светлый ламинат. У него получилась светлая, очень красивая комната. Здесь вот его пространство. Его космос, так сказать. Таня, ну покажись нашу. Это наша комната. Я просто балдею от этого ламината. Дерево, друзья, дерево. То, что мы хотели. Причем мы искали очень долго именно этот цвет, потому что он или очень темный, или очень светлый. И не могли никак его подобрать. Ну, камера, смотри, все равно не передает. Да, да, да. Он более коричневый такой. Да. Более натуральное дерево. Это наша комната. Супер вообще. Мы так удивились, что мастера вот за один день все сделали. Так, это кладовая. Посмотрите. Это у нас остатки. Всего лишь навсего. Антон сам рассчитывал весь ламинат, как вот и плитку. И он просто умница. С математикой у него все гуд. Рассчитал все четенько. Осталось совсем вот немножечко. Ну, куда-то его. Да. Преподаватель по математике может. Это вот кладовая. Кладовой у нас такой же ламинат, как вот зал. Ну, это вообще красота. Это у нас общий мир. Здесь будут проходить праздники, встречи. Если вы обратили внимание, ламинат, он не идеально серый. То есть, есть и безжелезна, и он светлый, и дерево. В этом ламинате очень много рисунков. То есть, по-моему, нам говорили 7 или 8 рисунков. То есть, он очень круто смотрится. Он без фаски. В нашей комнате, да, и вот в зале без фаски. Он сплошной. То есть, это... Ну, коридор мы уже с Антоном все поубирали. Покажи дверь, мы наконец-то распаковали. Да, распаковали дверь, все, убрали эту картонку. Антон ее срывал, просто убирал. Потому что, если честно, уже надоело. Да, да. Так, да, мы с Антоном уже все поубирали. Вынесли мусор, помыли полы. Ходим здесь вот босиком. Класс. И кайфуем. Работой мастеров мы очень довольны. Выбором ламината мы также очень довольны. Конечно, совершенно недовольны магазином, обслуживанием. Но ничего. Так что, и на этом этапе у нас были небольшие проблемы. Но мы, как всегда, со всем справились. И все отлично у нас получилось. Эти же ребята будут ложить плинтуса? Да, да. Нет, видите, еще. Плинтуса мы же все купили. Это, ну, а ты показывала? Да, 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 я показывала. Поставим дверь, потом сделаем плинтус и... И порожки. И порожки вот сделаем. Они объяснили нам, что сначала ставится дверь, потом плинтуса, а потом порожки. Да, вот мы с Антоном уже скоро поедем заказывать дверь. И все сделаем. Так что, друзья, красота. Если вам понравился наш ламинат, обязательно ставьте лайки. Мы хотим сказать всем огромное спасибо за просмотр. Следите за нашим ремонтом. Уже скоро будет конец. Совсем скоро. Это уже близко. Так что, да, да. Смотрите наши видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем желаем всего самого наилучшего, хорошего настроения, крепкого здоровья. Всем пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok